Сразу две книги презентовали в Твери. Они посвящены истории Удомельского района. Первая рассказывает о жизни этого небольшого города в период Первой мировой войны. Вторая посвящена советскому солдату, участнику итальянского движения сопротивления в годы Второй мировой. Анатолию Тарасову. Подробности у Никиты Васильева. Когда мы были на войне. Под таким названием свет вышла книга, посвященная городу Удомли времен Первой мировой войны. Автор книги – писатель, краевед Леонид Константинов. Он более восьми лет буквально по крупицам собирал материал, чтобы представить на суд общественности летопись жизни небольшого уездного города на фоне событий, которые потрясали в те годы весь мир. Моя задача была обобщить материал, который был уже собран, но о входе работы. Это все-таки труд длился восемь лет, и самому пришлось, как историку и краеведу, поработать серьезно над этой темой. Удивительно, это получился народный проект, и книга уже к завершению. Только материал по книге только рос. И мы поняли, что эту тему просто не закончить просто вот одной книгой. В итоге издание вышло с подзаголовком «Книга первая». Это лишь начало сложного и трудоемкого пути, говорит автор. Работа в архивах, сбор материалов на Удомельской земле, обработка собранных данных. Это и многое другое требует уйму времени, но конечный результат, отмечают специалисты, оправдывает все вложенные силы. Книга дает проекцию маленького района на всю Россию. Количество людей, которые ушли на войну, солдатики в основном, ну и дворяне, и врачи все были. Какое количество вернулось? То есть такие судьбы разворачиваются. Не менее значимо для литературного сообщества и второе издание, которое было представлено на презентации в библиотеке Герцена. Улица Анатолия Тарасова рассказывает о советском солдате, участнике итальянского движения сопротивления в годы Второй мировой войны Анатолии Тарасове. Он один из немногих русских солдат, которые были в плену, потом перевезены в Италию немцами. И там, бежав из плена, реально организовал среди итальянцев, помогал в организации именно партизанского движения. Примечательно, что на презентации книги об Анатолии Тарасове присутствовал его племянник Владимир Тарасов. Он отметил, что для него крайне важно, что память о его знаменитом родственнике отныне навсегда увековечена в литературе. Воспоминания, конечно, те детские и юношеские о войне, которые я слышал от Анатолия Макаровича, они создавали у меня образ честного, порядочного офицера. Что я, и вот на протяжении всей своей службы, я нес, старался подчиненным это передать. Обе книги, отмечают эксперты, имеют важное значение в контексте изучения истории двух мировых войн. Возможно, в будущем издания будут включены и в школьную программу, выражают надежду авторы и издатели.